Ну, речь идет же о том, что он хочет изменить свою жизнь, да, ну, для этого ему нужно учиться, да, а учиться ему не получается, да, что-то ему мешает учиться. Вот, вот, препятствие. Кто будет Ромой? Мариш, выбери, так, а я. Можешь пальцем. Ты Рома? Да. Да. Просто, просто. Все, все. Ну, да, Рома. Ты, как еще раз, когда? Да, ты не Наташа, ты Рома. Хороший мужчина. Так. А, кстати, у вас и проблемы похожие. Ты не танец, ты препятствие. Да, ты тоже сложно учишься, правда? Ну, в конце концов, научились. Это препятствие, да? Да, это препятствие. Хорошо, все, можно сесть где-то там. Наши истеричные, надо было. Не, у меня защитили, у меня с палкой есть. Там все работали, у меня. Так. Что чувствуется? Что здесь, конечно? Ну, как-то вообще сердце начало так сильно прям колотиться. И такое как-то. Я, значит, трошка меньше. Вот, ну, твердо стоит, наверное, на махахе. Единственное, что хорошо ногами все было. Тверце. Тверце. Угу. Ощущение, что он меньше размера. Угу. 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 Не очень близко, да? Я вот отошла, и было комфортно. Угу. Угу. И все. То есть дискомфорт от того, что... Близко, да? Близко. Близко. Я могу сделать предположение, что это то состояние, к которому он стремится. Ну, препятствует. Да. И в его ощущениях, в его переживаниях он твердо стоит на махах, да? Но нервов и волнений, как он говорит, да? Я когда уже добился чего-то, я вот это подчеркиваю, показываю, там много. Вообще-то это наматываю. Угу. А он достаточно близко сейчас к этому. Не факт, что ему хочется ну, так жить. Да? Ну, как, это в принципе и хочется, ну, такие двойственные чувства. И хочется, и не хочется, да? Сейчас попробуем немножко тогда. Это препятствие у нас, или это у нас цель? Получается. Так, как бы. Ты понимаешь, что в замещении логики что-то нет? Ага. Да. А цель может быть препятствовать, да. Можно сказать. Я хочу быть страшно не быть. Ага. Да? Да. Понимаешь, почему цель и препятствие? Так есть, сейчас? Да. А что здесь? Наверное, довольна. Там моё место, там ещё я твёрже буду стоять. Ты дедушка. Там же есть следующая ступень не с тропом? Нет, нет. Там ещё между ними, получается, есть как-то стригаться. В смысле ещё кто-то? Да, да, да. Что? Интересно как-то. Когда дедушка поставила? А когда не было дедушки, я близко поставил? То, что ли? Мопляжно было? Угу. Сейчас внимание просто переключилось, и тоже не так. А здесь? Дедушка подошла обратно, такая, во мнение, прям, ванну накопилась. Сажется, вот это вроде обискалка. Я просто на дедушку успокоилась. Ушло сразу что-то. Угу. Хорошо, дедушка, если видно? Я как-то не смотрю. Я больше сюда смотрю, меня сильно обманут. Мне как будто бы эта часть маленькая, и нужно как-то так оберегать. Ну, хоть чувствую, как к младшим, ну, очень младшим, что, ну, совсем, ну, что тут надо поддерживать и серьезного ничего пока не доверить. Скажу, что это твой отец не справился. Твой отец не справился. Что здесь? Ну, как сажать, ну, вот такое. Угу. А здесь? Угу. 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 Не то, на что я реагирую. Угу. На что я реагирую. Угу. Угу. как бы это не меняет мотивацию, да? Мне интересно посмотреть на... А я справлюсь. А я справлюсь. Мне интересно посмотреть. А вот это то? Согласие есть внутри, что я справлюсь? Ну, как-то так. Приятно это произносить. Я справлюсь. Мне очень болит голова. Мне вот это застилает просто внимание туда. Очень отвлекает. И вот я как бы весь в заботах об этом. И как бы не могу отвлечься. И хочется посмотреть, а не могу. Прямо вот голова болит по поводу этого. А у него есть головные боли с вами? Да нет, я бы не сказала. Связанная с заботами. Он просто не может сосредоточиться, куда кончится? Он говорит, что он встает. Он хочет отдыхать. Он хочет отдыхать. Да, он хочет отдыхать. Силами вот так терять. Жалко ему саму себя. Силы, малые. Усталость наваливается. Здесь, кстати, тоже мало сил. Понимаешь, что надо работать. Уже мало сил. Какое-то ощущение тревог. Все время надо об этом думать. И мало сил. Теперь скажи тогда. И я не справился. И я не справился. И я не справился. Со своим сыном. Такое ощущение жили. Я думаю, Рома переживает. Это дети. И он хочет, чтобы у них больше было в это состоянии. То есть это не только личная цель. Это семейная цель, чтобы у него дети, ну, наши жили лучше. И тут вот интересный такой заворот получается. Да, что дедушка не справился. Но был старпом. И может быть, потому что был старпом. Ну, так. Можно приползть на столько две точки. Да? Не справился и старпом, да? Не справился. Понимаешь, вот какая опасность у него в душе может быть переживаться. Стать внутренним стопом. Ага. Ага. Или еще-то еще-то. Горька уловила. Если буквально повторить судьбу, он станет таким, как дедушка или даже больше. То ему страшно, что он вот здесь что-то отпустит. Ага. Ну, это предположение. К сожалению, его нет. Я бы сейчас был, я сейчас бы проверил бы эту гипотезу. Пока что это гипотеза, да? А вот, ну, как заместитель может быть, как у тебя внутри там есть такое? Ну, да, да. Вот так. Ну, вот на последние фразы. Такое. Реакция есть. Внутреннее, да? Ну. Что здесь сейчас? Ну, как-то. Ну, ближе тут так хочется. Ну, чувствую, да. Реально, как бы он маленький. Ну, то есть, или ребенок, или что-то такое. То есть, маленький возраст. Да. Ну, а у меня такой стиль. Скажи. Будем уже считать, что это отец, да? Скажи. Я знаю. Я знаю. Что у тебя могло получиться? Что у тебя могло получиться? Ну, ты мог достичь. Ты мог достичь. Какого-то важного положения. Какого-то важного положения? или что случилось? Ну, просто, в голове фразы надо было просто радовать. То есть для меня то, что какие-то достижения не так важные, я не думаю приз. Попробуем версию, которую я уже рассказал. Да. Да. Если бы рядом был отец. Если бы рядом был отец. Что? Так легче. А здесь? Тяжело. Сердце у меня хорошо. То есть реально какой-то жизненный минус такой появился. Но мне никакой ситуации не приятно. Тяжело. Я переживаю. Не просто так, что удачная жизнь. Тебе стало проще? Угу. Да? Угу. Просто наблюдать. В данном случае важно, что здесь происходит, да? Угу. Ну что-то поменялось. Что? Ну и прям плакать. 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 Не знаю почему. Первые эмоции. Угу. 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 Хочется плакать, да? Угу. 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 Прям хочется так пустыть. И ближе, и одновременно, и как-то и подальше. скажи я тебя подвел скажи я тебя подвел И такая мысль пришла. А Рома не переживает, что он так долго отсутствует? Переживает. В идеале должен быть контракт четыре через четыре. Это уже после того, как он может стать третьим. Это имеется в виду, он будет не шесть месяцев, а четыре месяца. То есть он сейчас шесть-восемь может уходить. То есть это долго, да. Будет меньше. Может быть вообще такой вариант, но это уже уходить. Нужно вопшор. Вообще может быть два через два. То есть там другая система. Я думаю, это имеет значение. Что он чувствует. Если вот на версии оно будет положено, что да, что отсутствие отца, для его отца сослужило очень плохую службу, скажем так. Это привело к тому, что у отца так сложилась судьба. То есть потом у него же само так же сложилась судьба получается. Да, у отца так сложилась судьба. Потом у Рома с отцом отношения. В общем, это его непосредственно касается. То есть это привело к таким последствиям. Кстати, вот после Данки он думал, что мы разговаривали, что он больше детей никогда не захочет. А сейчас хочет. Хорошо. Хорошо. Ну, сейчас это немножко о другом, да? Сейчас это о той причине, которую возможно. Что здесь сейчас? Ну, у меня такая вот глубокая тоскала. У меня такое чувство, я бы сама сейчас купила. Вот просто. Я не могу это даже разделить. Не могу. Это настолько много. Ну, что ему говорить об этом или кому-то плакать. То есть это такой большой груз и удача этой. Как в ловушке. Вроде бы я и успешный, а вроде бы как и большой минус. Была еще сестра. У сестра все погабало. Ну, что-то я не знаю. У меня вот такое вот прям аж как застилает переживанием и таким глобальным. Для меня это очень требует. Может это какой-то момент. Может это момент, когда он там плохую жизнь вел, и я вот это все как бы воспринял. Прямо тоска-тоска. Реально отнимает силы. Это детки. Ну, как бы уже и существующие, и уже новоходные. Люда такая красивая. Это люди или детки? Ну, очень хорошо. Что здесь? Ну, как-то туда. Потому что хочу тоже посмотреть. Что-то интересное. Ну, да. А дети чуть-чуть легче стало. Какое-то ощущение, не знаю, расслабление пошло. Или поток вот этот, что продолжается. Опустило. Еще больше мне кажется, что я в ту сторону смотрю, в которую, да? Смотрите, как вот. Вот там, детка. Какая эмирия. И тут даже попустила. Ну, тут уже, да, уже никуда не открутишь, да? Ой, да. Да. Это, по-моему, дедушка давно не остался. Такая эмирия. Такая эмирия. Я вообще. Я вот скажу. Ты хорошая. Ты хорошая. Очень хорошая. Очень хорошая. Я как будто знала. И у тебя получится. И у тебя получится. Угу. Угу. Что там? Легче. Как будто бы, смотрю вот так, по-поверху уже. Ну, то есть, там хочется задвинуть. Ну, что-то. Отпустила напряжение резко. Ну, у меня сразу, сразу в голове лучше, чем у моего. Вот так вот. Ну, все равно туда хочется спать. Угу. 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 Мне помочь. Очень тепло, хорошо. Хочется ближе. На лупах? Ну не знаю, наверное. Все же мальчики, да? Про дедушки. Ну он да и вам. Хорошо? Здесь хорошо? Дедушки хорошо? Здесь хорошо? Ну да. И только что передавать уже. Скажи, когда я стану? Когда я стану капитаном? Я буду стараться вас. Часто буду. Я буду стараться вас. Часто буду. Я буду стараться вас. Я буду стараться. Может это потому, что дедушка с папой стал ближе, чем с... Я буду стараться. Вот так. Вот так. Как так? Так легче. Угу. Угу. Тогда, когда вам идти, это было больше. Потому что все сюда было. Скажи, я передам свет. Я передам свет. То, что получу от них. То, что получу от них. То, что получу от них. Ну, что... Ну, что... Ну, что... Ну, что... Ну, а теперь мы... Ну, а теперь мы... Так только мы дедом втроем, не? Ну, да. Я же как бы дедом, назначал. Тех, которые еще вот... Ну, все вместе. Пацаны. Пошли. Ну, пока. Чеснок. Попадай. Неплохое слово. Хорошо? Угу. Угу. Слушаюсь. Угу. Слушаюсь. Угу. 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 Я слушаюсь. Ну вот Рома видит, да, он такой потолковый, дедушка такой прям на контрасте, то очень разные переживания, как будто бы переживания забирала силы, если смерть есть. Хорошо. Теперь Леда и Таня могут войти. Отключить завершаем. Остается только девушка. Очень хорошо отзывались. Очень хорошо отзывались. В узле, где он учит, там некоторые знали его девушку. Я надеюсь, что я буду хорошим стартамом, потом хорошим капиталом, потом хорошим стартамом. Похожим на тебя. Похожим на тебя. Такое пристальное внимание было, типа выдержишь, сможешь, но много всяких тоже, и соблазнов, и море, и вот какое-то такое за него, прямо рассмотреть его, какой там у тебя стержень вообще, что ты из себя представляешь. Ну как-то слова, которые он сказал, надеживают. Они такие спокойные, но уверенные. И так, фух, скажу облаку. Хорошо, приятно. Скаж же спасибо, что ты меня принесла. Спасибо, что ты меня принесла. Спасибо. Ты её решила. Теперь у меня нет необходимости… Теперь у меня нет необходимости… все время показывать… все время показывать… что я тебя достойный. Показывай, показывай, что я тебя достойна. Фух, слава Богу, рот продолжается, ну так, достойная династия. Я ж не сняла себя, когда он говорит, рот продолжается. Я была такая... Я была в девять, но я не снимаю. Можно не снимать. Ты поклониста знаешь, как он носит. Он ушел. Все, спасибо. Я думаю, что вы не включаете. Паша, все поняла. С этим все хорошо, все поняла. А цель-то где была? Ага, цель? Вот это, да? Не, ну у вас же цель... А? Ну, цель-то стать капитаном. Дедушка был капитаном. Ну да, участвуй хотя бы третьим помощником. Вот сейчас вот. Лежащий. Ну, медь дальше. Что это сказали? Правильно это сказали? Да? У него же цель капитаном. Ну да, там. Это перспектива. Это перспектива. Да. Я поставил перспективу, которая была в роддоме. Ну, очень просто было догадаться, что там на пути стоит тот, кто уже достиг и с кем сложные отношения. То есть, получается, это все как бы из-за дедушки? Ну, значит, все из-за дедушки. Там дедушка, там папа, там отношения родительские. Ну, сказать, что из-за дедушки, то это за нам, то да. Ну, там множество-множество обстоятельств, которые были такими, как они были, да, и привели, не обязательно они должны были привести к такому результату, но привели к такому результату, от которого Роме, ну да, в жизни что-то и так. Тягостно. Да, тягостно сложилось, и он очень не хочет, чтобы с детками его было что-то подобное. И вот это вот две вещи я сейчас вижу, да, что вот это то, что он пытался, кому он пытается показать, когда он показывает старшим, да, ну, в смысле, да, по званию, по профессии, это как бы дедушки. Что он достоин народа. Да, и он переживает очень. Очень много это забирает. Да, потому что в его образе внутри, ну да, как мы сейчас видим, дедушка смотрит сурово. Выдержишь ли, а достойный ли ты, а по-настоящему у тебя там, да, все, все так сложится вот такое. И второе, он испытывает напряжение, связанное с тем, что малое участие его дедушки в жизни его отца было одной из причин. Одна из причин того, что с ума отца сложилась неудача. А детей он очень любит, поэтому, конечно, он переживает, чтобы так не повторилось. Но это имеется в виду, опять же, переживание где-то на уровне более глубоком, да, бессознательном. Какие связки, конечно. Можно это было сказать? Да. Мне интересно, это, ты говоришь, одной из причин, или это может быть просто страх его? Рома. Что это? Ну вот, то, что отца не было, дедушки не было рядом с отцом. Вот. И отец, ну, пошел по наклону, так будем говорить. Это может быть не причина, а просто страх ему, что так случилось. Это, смотри, это звено в цепи причин. Звено. Звено в цепи причин. Да, потому что, если ты говоришь, причина, то, значит, это единственная причина. А здесь целый сюжет получается, понимаешь? И, ну, в этом сюжете, ведь много переменных. Знаешь, как сказать, причина. Вот ты же помнишь, что есть такое, закон природы, да, и закономерность. То есть закон, это когда причина и следствие, вот они связаны, то есть всегда за этой причиной, закономерно, ну, когда обязательно всегда следует вот это следствие, да. А здесь закономерность определенная, да, то есть здесь необязательно, как вероятно. То есть это больше его страх еще, да? Ну, понимаешь, это не страх, я бы сказал, это тревога повторения судеб, которые так неудачно сложились. Ага. Ну, судя к дедушке, то есть он, ну, тревожится, что, ну, да, он станет капитаном, а дети, да, вырастут без отца, да? Ну, далеко, ну, как вырос его отец, да? То есть, или он боится, что, да, опять же, там, это, когда они так вырастут, то, да, значит, правнуки его. Вот, ну, тут можно все раскручивать дальше, да? Повторяющийся сюжет, он боится повторения сюжета. Или боится, или тревожится, или беспокоится, или его угнетает. В этом сюжете есть, что чем я буду выше по должности, тем у меня больше будет свобода, и, короче, будут компоненты, контракты. Ну, там бессознательно, а у меня нет таких четких пониманий, а просто, вот, судьба дедушки их связана, а я очень связана с дедушкой. Ну, конечно, да, я становлюсь капитаном, проще понимается, да, чем я становлюсь капитаном, и тогда у меня получится возможность работать где-нибудь на шоре, да, и только по два месяца отсутствовать, а два месяца быть в среду. Это, как бы, знаешь, вот, ну, до бессознательного такая информация, она слишком сложна, она много звенивает. Мне еще так почувствовалось, как я была в роли дедушки, что если у внуков есть всегда связь с дедушками мощная, даже если они мало общаются обычно. Это про дедушку, получается. Это Румин. Нет, это Румин. Румин дедушка, да, то у него вот ощущение неудовлетворенности все-таки возникло в связи с ситуацией с сыном. И она забирала много душевных тоже переживаний. Как бы и желание вот чисто забухать уже по всему, как неудача такая в чем-то. И если у него была такая вот единственная связь просто, я и дедушка, да, и он, то он мог просто вот этот отток энергии, вот эту боль его чувствовать. И не хватало сил еще на новый рывок. То есть когда дедушка парадоксальным образом увидел правнуков, да, получается, у него это, типа, продолжается, а ты еще и хочешь меня догнать, а может и перегнать, ну тоже класс. То есть дедушки очень отпускает в этом месте, понимаешь, это такой парадокс. Ну, напоминаю, что это в принципе все мы рассматриваем так проще в качестве он, отец, дедушка. Это все части его души, которые связаны с дедушкой, ну это все части души Ромы. То есть по сути, ну так он, поэтому эти части переживали то же самое, что мы предполагаем сами люди конкретные, связанные с этими частями. Ну так вот, то есть я думаю, что на него состояние находили те, которые у дедушки были, и те, которые у папы были, да, что я, типа, вообще-то уверенный в себе, да, но какое-то такое тоже. Ну какой-то пока в компанию, пошел в компанию странную, почему? Потому что мужчины идут туда с выпивкой, чтобы почувствовать признание и уважение. По-другому им недостаточно или не получилось, а в компании как бы сели, ты меня уважаешь, понимаешь, а дальше больше, а дальше уже… Ну да, но уважение заработано легким способом. Да, с дыренкой просто, это же такое уважение, да, то есть… Хорошо. В принципе, сейчас мы вот это вот сняли, вот этот накал, что ему тяжело… Ну, давай мы ему перещем, а потом я уже с ним пообщаюсь. Ага. Я думаю, что эта версия, я как бы из индивидуальной честности оставляю, что это версия, да, но мне кажется, она… Ну, очень даже… Похоже, похоже, ну… Да. Все. Ну, уже…